Сейчас мы рассмотрим простые удушающие приемы, сидя, лежа, и как от них защищаться. Один из простейших, очень эффективнейших удушающих приемов является, скажем так, растяжение, растяжка спереди, или еще как по-другому называют гильотина. Я немножко хочу рассказать об удушениях. Что такое удушение? Многие думают, что удушение это когда прикрывает воздух или давит на горло, и человеку тяжело дышать, и он сдается, ему становится плохо, не повезет. В самом деле не так. О том, что человеческое организм, вообще человек, такое уникальное существо, скажем, тогда он без воздуха может прожить где-то 2 минуты, некоторые больше, да, есть специальные такие люди, которые ныряют, они могут и 8, и 12 минут без воздуха находить. Ну, в общем, какой-либо человек, который обычный, он может 2 минуты спокойненько прожить, скажем так, без воздуха. А если надавить на сонную артерию, которая находится вот в шее, да, вот здесь вот по бокам, то, то есть это, ну, я не буду уходить под подробности, что это такое, то есть это артерии, которые, ну, скажем так, снабжают мозг, человек, ну, головной мозг кровью. Вот если надавить, кровь не поступает на головной мозг, и в течение 15-20 секунд максимум человек потеряет сознание, может даже, ну, произойти летальный исход, может человек умереть. Поэтому, то есть, грубо говоря, все эти удушающие приемы, они воздействуют на именно на сонную артерию, вот на данном случае, когда мы голову выполняем. Поэтому при отработке будьте осторожны очень, следите там, смотрите за своими партнерами и там и так далее. Это очень важно, очень опасно. Значит, как отрабатывать? Как это делается? Садимся на калёвы. Значит, вот ситуация бывает, что вы, допустим, схватили за голову вот так, да? Вот таким образом, вот я взял за голову. Я могу его растянуть. Значит, тут такой момент, когда я беру, видите, да, я очень близко к себе. Вот если я вот сделаю вот такое расклоение, то уже удушение не получится. Поэтому я беру максимально близко к себе, вот как бы подмышке, вот так, да? Рукой так, так, но ни в коем случае не вот так. Вот такой захват, мне удобно вот так вот. Я его взял, верх немножко растянул. Одними руками мне очень сложно его задушить. Если человек подготовленный или просто физически сильный, да? Он просто потерпит, потерпит и вырвется, да? Вот. Так для того, чтобы мне сильно много сил не тратить и быстро его нейтрализовать, я подключаю весь, всё своё тело. То есть я немножко, допустим, в этой ситуации что делаю? Я падаю назад, обхватываю его туловище ногами, крепко и тазом вытягиваю, растягиваю его до тех пор, пока он не сдастся. Ещё раз. Ещё раз. Сидим на коленках. Легко взял, хорошенько, крепко, назад, ножками обхватил и растянул. Вот таким образом отрабатываю. Как выходить из этого положения? Значит, первое. Когда делают захват, очень важно, чтобы захват был неполноценным. Допустим, если я вот так вот, видите, за горло взял, вот так за горло, это уже немножко сложно, да? Чтобы этого не было, значит, когда я беру захват, он берёт руками, руками, да? Вот мою руку. Вниз вытягивает. Вот. Максимально. То есть, получается, вот он берёт мне руками, я немножко вниз вытягиваю и подбородок вот, хопа, опускаю вниз. И немножко подбородком делаю так, чтобы он не мог хорошо взять, ну, такой хороший захват. То есть, вы поняли, да? То есть, тогда берёт захват, я просто показываю, да, вот, что он сверху берёт, я руками максимально вытягиваю, чтобы вот такого не было, я руками как-нибудь раз вытягиваю и сюда. И тогда он не может чётко меня задушить. То есть, я ещё, ещё есть возможность. Подбородок прижёл, это один принцип. Второй принцип. Важно, чтобы он ногой не смог обхватить. Давайте ещё раз посмотрим. Я взял его, начинаю вытягивать, рукой вытянул и подбородок вниз. Я начинаю падать и обхватывать ногами. Он ни в коем случае не даёт ногами, не даёт или руками не даёт меня обхватить его, да, вот, вытянул, да. Всё, вот, вот, положили. Вот я его, не могу рычаг создать, да, не могу вытянуть. И вот начинаю тянуть, 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 тянуть голову. И рано или поздно, хоп-па, вышел. То есть, человек не может там, бесконечно держать один захват и очень много сил тратится, да. Вот, если, допустим, я чётко не смог его ухватить хорошо, там, ногу не смог нормально взять, руку не могу, руку не могу его хорошо вытянуть. Да, рано или поздно мне руки ослабевают и всё, выходит из моего захвата. Ещё раз давайте посмотрим. То есть, первый я взял, он сразу руку раз, я начинаю вытягивать ногу, ногу не даёт, вытянул и всё. Я уже здесь не могу раз, раз и вытащил. Всё. И вот таким образом ушёл. И так давайте перейдём сразу к следующему, да. Это немножко сложный вариант. Задник. Удушающий задник. Так как мы работаем без одежды, ну, потому что, ну, хорошо, когда есть одежда, там, ну, есть много различных приёмов, когда с помощью одежды можно душить, да. Вот, допустим, приёмов джи-джуцу, японских боевых искусств. Но в жизни бывают такие случаи, ну, летом в майке или в рубашке он взял, он порвался, да. Поэтому, мне кажется, в первую очередь нужно освоить уже без одежды, а потом уже работать с другими, с одеждой и так далее. То есть это такой, ну, скажем так, классический вариант, Вот, поэтому из этих соображений мы взяли приёмы без одежды. Значит, давайте перейдём к удушающему приёму. Значит, задник. Вот такая ситуация. Я беру так же его горло. Вот смотрите, я, ну, локоть, да, у меня, находится на уровне подбородка. То есть если я вот так уже, видите, тут уже не получится хороший захват. Поэтому я плотно-плотно беру, значит, первый вариант. Вторую руку я вот так выставляю на плечо и делаю вот такой вот захват. То есть я раз сюда и вытягиваю ладонью сюда, давлю на голову, этой рукой как бы создаю такой галстук. И вот так вот. Можно так задушить, а можно, то есть или вперёд, или назад, или вбок, неважно. Ну, то есть, допустим, я назад оттянул, ножки вытянул. Ножками охватил и растянул. Вот таким образом я могу задушить. Если, допустим, у вас не получилось хороший такой классический захват сделать, да, вот таким образом, то вы можете просто вот так вот взять, задушить. То же самое ногами, используя ноги, то есть вперёд или назад. Ножками обхватили, допустим, давайте вот, мне удобно назад и раз, и вот отсюда вот. Тут важно, чтобы вы очень хорошо, чётко взяли захват, обхватили хорошенько ногами, и используя таз, всё в своём теле. Как бы растянули. Как уходить? Значит, то же самое. Когда я беру захват, вытягиваю подбородок вниз, видите, и уже не получилось хорошо взять, да, и уже мне сложно. Вот я вытягиваю. Второй вариант, не давать, а вплотить ногами. Допустим, вот с этой позиции, допустим, вот так, да, он может мне вот так вот вытянуть, да, я ухожу. И уже не будет нормального варианта. Если, допустим, я его уже уронил сюда, пытаюсь взять ногами, он не даёт мне ноги взять, да, и старается перевернуться ко мне лицом. Да, я его держал, перевернулся, и всё, ушёл. Вот таким образом мы отрабатываем, ну, скажем так, контрпрямо против удушающего зайца. Первое ещё раз. Не дать хорошо захватить, второе, не дать себя охватить ногами. И стараться перевернуться лицом к противнику. Если будете использовать эти три принципа, то у вас есть большой шанс и сейчас выйти из этой сложной ситуации. И, напоследок, я хотел бы показать такую позицию, где, на первый взгляд, кажется, что, как бы, как, всё, уже пришёл, приехал, да, уже сложно вырваться, это очень сложно. Это, на самом деле, это такая хорошая защитная и атакующая позиция. Как это выглядит? Ну, давайте посмотрим. Очень любят бразильские спортсмены, да, используют бразильскую технику джиу-джиу. Вот таким образом. Значит, на первый взгляд кажется, можно, но на ноги можно встать. Бывает, на ноги. Вот так можно встать, да. То есть, вот я лежу, обхватил, не вот так вот, да, не как вот, как мы показывали, не вот так. Это уже немножко сложная позиция, да. А именно вот такая позиция. Он может быть, он может на коленках, может на ногах, не важно. Вот, допустим, давайте рассмотрим, что я могу из этой позиции делать. Из этой позиции я могу делать валил, вернее, удушающий. Я схватил голову и растянул. Из этой позиции я могу, вот, допустим, вот, самый простой вариант. Вот, взял мне за предплечье, хватил, раз, руку и начинать муливать, да. Чуть медленнее, да. То есть, я делаю, как, хорошенько возьми, да. Я беру вот так, раз, и могу кисть сломать. Вот таким образом. Пальцы, кисть, там, и так далее. Понятно, да? Очень просто. То есть, второй момент. Я могу отсюда взять руку и сделать такой болевой. Вот таким образом. Вот. Еще раз. Допустим, он мне пытается задушить. Душит, душит. Я могу отсюда выйти и его задушить таким образом. То есть, вариантов очень масса. Отсюда я могу поменять позицию. То есть, вытянул ногу и отсюда переверну сверху все. Вот. Вот такая вот замечательная позиция. Но эта позиция немножко требует определенной работы. Такой, ну, конкретной, да. Очень много нюансов. Мы на этом не будем останавливаться. Но суть в том, что, допустим, если вы попали в эту ситуацию. Допустим, ложись, да. Я, допустим, так получилось, что я вот сверху сел и думал, вот я сейчас тебя, да. Это очень опасно. То есть, в моей случае, да, допустим, если я сверху сажусь. Очень опасно, допустим, стараться так явно душить его. То есть, он в этой ситуации может спокойненько взять, да, сломать либо палец, либо на болевой сделать там, ну, очень много вариантов, да. Вот. Если я начинаю, допустим, вот так вот забивать, он мне руку схватит и может выполнить какой-либо прием, который могут и сломать мою ногу, и задушить меня. Вот. Либо просто перевернуть меня на другую позицию. Поэтому в этой ситуации, если вы в такой ситуации оказались, очень внимательно смотрите. Не давайте схватить свою руку. В общем, не выполняйте никаких таких, ну, каких-то таких действий, таких опрометчивых. Да, следите, и все будет нормально. Да. 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 Да.